США считают, что Европа вновь стала ареной стратегической конкуренции. США рассматривают Европу в качестве арены стратегической конкуренции великих держав. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл. По его словам, мир вновь вступает в эру длительной конкуренции больших держав, однако коллективный Запад к ней не совсем готов. Адаптация США к новым условиям является сейчас для Вашингтона центральной задачей внешней политики. При этом Европу руководство США рассматривает не в качестве субъекта конкуренции мировых сверхдержав, а всего лишь как полигон, на котором разворачивается эта самая конкуренция. «Наша европейская стратегия начинается с того, что мы признаем, Европа вновь является театром серьезной стратегической конкуренции», — сказал Уэс Митчелл во время своего выступления в Фонде наследия. Ранее западные СМИ отмечали, что США для Европы становится очень ненадежным партнером. Неудивительно, как считают американские СМИ, что европейские лидеры все чаще обращаются к России и Китаю, стараясь наладить торгово-экономические связи с Москвой и Пекином. По информации The National Intest, в результате торговый спор между Вашингтоном и странами ЕС в скором времени вполне может перерасти в настоящую трансатлантическую торговую войну, что в корне противоречит американской стратегии.